Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска, механика 1.6. На этом автомобиле мы сегодня заменим стойки переднего стабилизатора, а также и втулки. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса, снимаем защиту и добираемся до стабилизатора. Поднял автомобиль, чистим резьбу на стойке стабилизатора и забрызгиваем ее. Берем ключик на 14, постояло, покисло маленько и откручиваем. Палец прокручивается, сзади у нас можно подержать палец ключом на 15. Рыжку. Откручиваем. Ну что скажу, московская коррозия делает свои дела. Гайка не крутится ни одна, ни вторая. Вот дошла до определенного места и все. Ее туда-сюда прогонял. Она закусила ее. Беру гайка кол и буду давить гайку. Вот так вот одеваем его. И одну и вторую я их раздавлю. Гайка. КОНЕЦ Так, эту гайку я раздавил, теперь верхнюю. Все, когда гайка лопается, усилие на гайка кол снижается. Вот такая приспособа. Кому, если интересно, они разных размеров есть. Теперь попробую докрутить. Так, а гайку раздавил, на 14 уже головка не одевается, головку на 15 возьму. О, все, все легко пошло. Хороший инструмент, очень облегчает жизнь. Вот, видно, гайку вот так вот раздавил. Одну и точно так же вторую. Вторую гайку я повернул. И еще раз ее гайка колом. А пока крутить начал, она у меня вообще развалилась на две части. Вот одна. А вторая на гайке. А вторая. Очень удобно. Так бы пришлось подлазить каким-то образом. Зубилом бить или болгаркой резать. Коррозия все окислила. Вот они, грани послизывала здесь. Так, откручиваем втулку стабилизатора. Здесь один болт крепит у нас. Болт на 12. Будем надеяться, что там у нас не ждет сюрприз. Нет, пошла довольно-таки легко. Даже головка крутится от руки. Болт, видать, смазывался. Или из-за того, что он закрыт, в подрамнике находится. Из-за этого он не коррозировал. Да, из-за того, что в подрамнике, потому что сверху он весь в коррозии, а внутри он чистый. Но мы сейчас смажем его. Приподнимаем стабилизатор и снимаем скобу со втулки. Также по разрезу снимаем втулку. Вот она втулка. Втулка еще оригинальная стоит. Здесь еще не снималась, не менялась. Поэтому болт не мазался. Протираем стабилизатор и протираем посадочный. Также возьмем, смажем резьбу в подрамнике. Берем новую втулку. Втулку мы поставим тоже оригинальную. 58, а, 54, 813, 25, 3, 0. Достаем втулку. Смазываем ее маленько силиконом внутри. И одеваем на место. Взад она идет срезом, и вперед она идет разрезом на втулке. Одеваем скобу. И заводим. С одной стороны паз встает, с другой стороны болтом сжимается. Мажем болт. Сейчас попробую поднять, показать. Вот. и наживляем его. Трещуточным ключом поджимаем. И затягиваем. Не сильно, чтобы не порвать резьбу. Теперь берем стойку стабилизатора новую. Стойку стабилизатора мы возьмем фирмы CTR CLK-18R. Следовательно, левая точно такая же CLK-18L. Достаем. Идет стойка. И две гайки в комплекте. Смазываем резьбу. Смазываем резьбу. Устанавливаем резьбу на место. Наживляем. Сзади я проверил, держать можно также ключом на 15. Смазываем резьбу. Возьмите. И затягиваем. Идет стойка. стойка стабилизатора новая еще зажата держать не пришлось палец не прокручивается стойку мы поменяли втулку мы поменяли аналогичным образом меняем вторую сторону устанавливаем колеса и на этом все замену втулок и стоек переднего стабилизатора мы закончили всего вам добра